Здравствуйте, друзья! Я хочу дальше по следам предыдущего видео о том, как оформлялись документы на выезд и какая была возможность за 70-е, 80-е, 90-е получить зарубежный паспорт. Это не реально было. Это был архитруд. Это был АВИР, это были проверки, это был дресс-код в АВИРе и так далее. То есть это всё не очень просто. И представительство посольства и так далее ни на Украине, ни в Молдове у нас рядышком, нигде не было, вообще нигде было, только в Москве. И вот только в Москве, в американском посольстве раздавались анкеты, да, чтобы заполнить, но миграцию. И снаряжались туда люди специально, как бы родственники могли отдохнуть. Нет, значит, скидывались на билет, на гостиницу и так далее. Человек был в этом американском посольстве, когда давали эти анкеты, и он брал эти анкеты на всех. Так анкета тоже была у нас, но у нас не получилось уехать, потому что я рассказываю, да, каждый из родственников получал какие-то у него были там должности, а это означало, что с этой должности они моментально слетали, и люди оставались без работы, без ничего. Поэтому, если нужно было ехать, то, конечно, ехать всем, всем и сразу. И поэтому ни разрешения, ничего никто бы нам не дал. Я уже рассказывала об этом. Ну, а уже государство Израиль, это в нидерландском посольстве, был там дядя Яша, который тоже выходил там, его спрашивали в определенное время, и он выходил и давал приглашение. Ну, вот так вот. Ну, а потом нужно было уже самим, ехать в Москву, и только в Москве это все можно было делать. То есть нужно было где-то быть, надо было останавливаться, нужно было какое-то время стоять там в очереди, все это отдавать и так далее. То есть это не все так было просто. То есть все надо было ехать в Москву. Хотя в свое время мы достаточно легко передвигались. Это можно было сесть на самолет, это были недорогие деньги, мы летели куда-то на спектакль, на концерт, это Москва, это Киев, это Петербург, это Ленинград, это Прибалтика, куда мы хотели. То есть... А назад уже поезды. Да. Так что в этом отношении нет. Но вот для того, чтобы получить анкету, для того, чтобы получить приглашение, нужно было лететь в Москву. И также, когда нужно было улетать, улетать из Москвы. То есть вот так. Вот все вещи, какие можно было, отсылались почтой, отсылались кораблем. Сейчас этого нет. Сейчас у нас только самолеты. Ну вот отсылались контейнерами. И все. Может быть где-то еще есть, но вот у нас в Молдове нет этого. Молдове. Этого нет, есть только самолет. То есть теперь уже контейнеры, посылки не собирались. Они собирались где-то здесь, отправлялись в Румынию и дальше. А сейчас этого нет. Так что... Ну... Ну что делать? Либо в Одессу ехать. Отдавать там. Но это тоже нереально. Вот что я хотела. Да. Потом, когда прошло уже время, пришли... Прошло уже время, уже все же на другие наступили времена. Да. Было приглашение в Израиль, но у меня есть. Вот. Но так не сложилось про Израиль. Вернее, сын был в Израиле, а я так и не попала. Но скорее уже как бы жить в Израиле и не получится. Уже будет уже Америка. Ну вот эти воспоминания, которые у меня сейчас вот есть, вот возникли. как бы по следам предыдущего. Субтитры сделал DimaTorzok И так и не успею. Субтитры сделал DimaTorzok И так и не попала. И так и субтитры сделал DimaTorzok